Все мы уже знаем, что Netflix собирается снимать сериалы о Ведьмаке. А если не знаете, то посмотрите мой предыдущий ролик об этой новости, первая ссылка в описании. Мы знаем, кто будет продюсировать и примерно следить за процессом под крылом Netflix. А самое главное, мы знаем, что это не просто новость или фейк, это официальный анонс с наличием пресс-релиза от Netflix. А значит, дело за малым. Собрать команду, отобрать актеров, написать сценарий и определиться с бюджетом. Возможно, часть этого всего уже сделана, а мы просто не знаем. Но пока что нам остается лишь ждать, гадать и надеяться, чтобы не негр. Привет, ковбой! С вами Иос Ребус и сегодня я хочу именно обсудить новость о скором выходе сериала по Ведьмаку и поделиться мнением об этом. Я люблю игры про Ведьмака и безумно влюбился в книги. Очень жалею, что долго откладывал их с чтения, потому что не раз слышал отзывы, что Сапковский пишет муторно, скучно и затянуто. А зря. Читается достаточно бодро и интересно. Сюжет держит в напряжении и даже спойлеры, которые не прошли мимо во время игр, скорее подогревают интерес, а не портят впечатление. Аналогично и с играми. Даже несмотря на то, что изначально я не прошел первого и второго Ведьмака, мне были близки и приятны они по духу и сеттингу. А третий Ведьмак навсегда останется в моем сердце. Читая книги, играя в игры и выкладывая ролики на этот канал, я ждал, когда же по Ведьмаку сделают годную экранизацию и дождался, как минимум, слухов о фильме, которые, правда, ничем не подкреплялись. Новость эта была примерно годовой давности, я же узнал об этом летом 2016-го и обрадовался слабой надеждой на экранизацию любимой игры, что, учитывая и наличие книг, и наличие любви фанатов, повышало шансы на успех. Но шло время. Дни, недели, месяца и даже почти года. И вот, наконец, официальная новость. К тому моменту я уже знал про предполагаемую команду, теперь же информация и о ней, и о экранизации подтвердилась. Правда, теперь уже в виде сериала. Впрочем, как говорил мой хороший знакомый, лучшее, что могло случиться с Сакой о Геральте после выхода третьего Ведьмака, это сериал от HBO или Netflix. Но так ли это на самом деле? Формат сериала однозначно лучше подходит для такого рода произведения, чем полнометражный фильм. Особенно один. Вы только подумайте, нам о том, кто такие Ведьмаки, и о завязке основного сюжета рассказывали две книги в формате целой кучи рассказов. Нельзя просто так взять и уделить 15 минут фильма тому, чтобы в двух словах зачитать вырезки из Вики, кто такие Ведьмаки. Люди не оценят, не проникнутся, не поймут. А значит, дальнейшая история, какой бы она ни была, будет восприниматься гораздо хуже. Вспомните те же сумбурные World of Warcraft и Assassin's Creed. Фактически, фильмы нужно было снимать или для фанатов, опуская детали, кто это вообще такие, и делая акцент на игровой аналогии и фанатской скупой слезе. Или сразу готовить минимум трилогию, чтобы первым фильмом только-только вести зрителя в фантастический мир Варкрафта, или суровые реалии противостояния ассасинов и тамплиеров. А что о Ведьмаке? То фактически, сериал уже подтвержден, а значит, фильма, по крайней мере, пока можно не ждать. Каким же он будет, этот сериал, мы скоро узнаем. Я надеюсь, скорее, на драматичный момент, сильную историю, эмоции, взаимодействия и переживания персонажей, нежели на тупой боевик об убийце-чудовище. Битвы должны быть редкие, опасные, сериал должен поддерживать атмосферу того мира, само суть и необходимость Ведьмаков, сдабривая все это отлично встроенными сценами фехтования с людьми и редкими, непродолжителями, но очень эпичными битвами с монстрами. Таким образом, и денег на графон немного уйдет, и то, что покажут, должно отлично и достоверно выглядеть. Что же касается структуры сериала, то мне кажется, первая серия должна быть просто посвящена какому-либо заказу, без объяснения терминологии и глубокого погружения в объяснение. Просто заказ, просто охотник за чудовищами, исполняющий свое предназначение с заделом на будущее. Вторая серия это основная завязка сюжета, плюс объяснение, кто такие Ведьмаки. В третьей серии флэшбэк об обучении в Кайар Морхене. В четвертой серии мощное развитие сюжета и маленький босс файт. Потом две-три серии, объясняющие, что тут вообще происходит, кто эти остальные актеры, почему вообще все так получилось. Еще одна две серии с развитием сюжета и... конец. В рамках первого сезона должна быть закончена история, конец которой открывает путь в новую сюжетную арку. Но при этом он обязательно должен быть логично окончен, из уважения к фанатам. Впрочем, есть мнение, что Ведьмака будут снимать четко по книгам. То есть сначала первую, потом вторую и так далее. То есть первые два сезона, по идее, должны быть в принципе вступительными. Пойдут ли на такое создатели? Я не уверен. Но вот что меня волнует гораздо сильнее, так это то, что Ведьмака фактически будут снимать в Америке. Ни для кого не секрет, что сага о Ведьмаке это произведение польского автора Анжея Сапковского. И персонажи в его книгах по описанию зачастую люди славянской внешности, придерживающиеся славянского быта. И тот факт, что этого точно не удастся воссоздать в условиях съемки в Америке, уже ни для кого не секрет. Теперь же все мировое комьюнити любителей и книжных, и игровых произведений о Ведьмаке с замиранием сердца ждет список утвержденных актеров и общее описание сюжета. Ведь что может притянувым светлым головам сценаристов и режиссеров, мы можем лишь догадываться. Из самых безобидных вариантов это просто небольшое осовременивание персонажей. Примерно так же, как поступили CD Projekt Red, сделав, например, Геральта бородатым. Из самых опасных это Геральт Негр, Йеннифер Трансвестит, Люти Гей, Цири Азиат, Трис Мексиканка и только Золтан будет нормальным человеком. Лысым из Бразерс. Конечно же я утрирую, я надеюсь. И да, и в книгах, и в играх достаточно подобной жести. Например, Шани на момент их первого близкого знакомства с Геральтом было 16. Все чародейки так или иначе были лесбиянками. Многие знатные господа любят развлекаться с мальчиками. Бандиты грабят и насилуют всех, кто попадается под руку. А иногда под руку попадаются только представители своего пола. Цири фактически принудили к лесбийскому сексу и это вообще фактически был ее первый сексуальный опыт. Даже в третьем Ведьмаке в одном из квестов нам показывают однополые отношения. Но даже этот момент отыгрывается как ненормальный. Что партнер охотника повесился, а самому ему пришлось скрываться и фактически жить отшельником. Когда о них узнали? Я очень надеюсь, что цепляясь за эти моменты, якобы утвержденный Сапковским сценарий, толерантная Америка не превратит сериал в фарс. Каким бы ни был убогим прошлый сериал, но он всего лишь не совсем точно передал атмосферу. Пошел не по тому пути и решил рассказать свою историю, которая не смогла впечатлить зрителя. Но они не превратили эту историю в фарс. Чего я и желаю Нетфликсу. Кстати, пусть еще попробуют переплюнуть текущий сериал в подборе актера на главную роль. Михаил Жебровский в роли Геральта смотрится идеально. Впрочем, я не хочу, чтобы американцы пытались славенизировать сериал специально. Это будет выглядеть не по-настоящему и, как бы это сказать, приторно-сладко. Пусть лучше снимают так, как умеют, опираясь на свое понимание хорошего сериала, беря за основу произведения, сюжет и описание персонажей, как описание внешнего вида, так и описание их характеров. Из этого должен получиться достаточно годный сериал в американском стиле, но с трепетным отношением к первоисточнику. А что думаете вы по этому поводу? Каким должен быть сериал? Напишите об этом в комментариях. И не забывайте поставить этому ролику лайк, подписаться на канал и включить уведомления о выходе новых роликов, нажав на колокольчик. А я пока пошел готовить новый ролик. Увидимся в нем. И на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok